Всем привет! 18 августа, пивная пятиминутка Илья. Ну что же, наш любимый праздник еженедельный, питница. Началась и вот последнее немецкое пиво с бугельной пробкой у меня. Будет это от Кулмбахера Моншхолф. У меня даже бокал оригинальный нашелся, он у меня всегда был вот здесь за спиной. Сегодня я его достал, отмыл от пыли. И будем мы пить из него. Ну блин, бокал шикарный. Вот он прямо для дегустации. Знаете почему? Потому что у него широкое дно, чтобы пары раскрывались, потом эти пары от пива. Но это именно для этого, для сезонья, да? Для того, чтобы аромат пива ощутить. И здесь они у тебя концентрируются, и ты уже чувствуешь полноценный аромат пива. Так как здесь у нас по стилю пилс, мне очень даже пригодится такая форма. Потому что, ну, у пилса не явно выраженная такая ароматика. Ну как, хмелевая, да? Да, но хмель он такой, тоже капризный. Может там помереть, все дела. Так что будем надеяться на этот бокальчик, на его форму. Наконец-то он мне пригодился. Когда я его в коллекцию приобретал, у нас уже продавалось это пиво. Да, точно. Уже продавалось. Я такой, блин, когда-нибудь я куплю и попробую это пиво, и буду дегустировать его из этого, сука, бокала. Давайте что? Ну, тут у нас... Че, наклейка? Что-то обмечаю у нас, товарищи немцы. Вместо краски стали использовать на бугельных пробках наклейки. Ну и плюс, они заменили фарфор на пластмассу. Это пластмасса. Конечно, пластмасса. Удешевили? Ну, а почему бы и нет, в принципе, да? Нам же дешевле. Кому-то же не принципиально. Слушаем. Взрыв. Вот вам и разница. Большая задница. Ну-ка, еще раз. Это что сейчас было за пук, блядь? Вы что, прикалываетесь? Я громче пукаю. Да, вспомним вот это. Четыре пивасика от Хоса. Пивоварня. А тут что? Ну, вот, чуть стрес, чтобы что-то спросить. Ну, как бы тоже. Блин, Хоста радовал прямо взрывами. Тут вот пук этот я от кого-то слышал. Это наши тоже, да? Которые бугельные пробками делают. Вот у них такой же звук. И эти туда же. Хотя бы я не сказал, что там карбона как-то много. Или что? Как-то вот что-то влияет. Аромат хмеля-солода. Чувствую. Это уже хороший признак. Еще. Ну, давайте первый нос. Наша региональная сценина. О, уже получше. Ну, я бы сказал, что это русская. Умоление. Ребята. Ну, это прикиньте. Вот это, в отличие от Хоса, это стоит 200... 200... А, кстати, где продается, да? Там у нас был масс-маркет Перек. Здесь масс-маркет. Это лента. И это... Что там? 216 рублей, по-моему. Я такой на цену еще посмотрел. 216. Гуд-гуд. Но нет. Походу не гуд. Лучше Хос купить. Что у нас? Кумбахер Моненхоф Ориджинал Пилс. Внизу еще какие-то ругательства. По-немецки я их читать не... Прочитать не смогу. 49 алкоголя. Вот я интересно... Мне интересно. Вот тут как бы наклеили, наконец-то, чуть сбоку. Плотность вот. Плотность найти. Нету ее ни хрена. Иностранцы не пишут плотность. Может, поэтому чехи зациклены на плотности. Они рассчитывают не этот. Смотрят не градусы, а плотность. Ну, дихитка, одиннадцатиситка. Потому что иностранное пиво, оно продается там. Почему? Потому что в Германии. Вот вам. Я специально взял вот эту потерну. Она причем не раз уже использована в Германии. То есть, вот эти потертости, это значит, что она проходила по обмывочной линии. И вот она уже потерлась. И тут явно уже не первый след. Она сильно потертая. То есть, бывалая такая бутылочка-то. Когда-то из нее какой-то немец пил, закусывал колбасками баварскими, наверное. Бавария, Джермани, О. ВВВ, Моншов, Точка-Д. А я думал, Кромбахер называется пиварня. Ну-ка, давайте разбираться. Пиво светло-фильтрованное, пастеризованное. Мюнхов, Ориджинал, 0,5. Бутылка состава. Вода питьевая, ячменный солод, хмель, экстра, хмель. Экстрактивность у нас 12,5. Наши так вот решили. Но захотели они и написали 12,5 почему-то при 4,9. Достаточно было их 12. Ну вот, как-то они сами рассчитали. Может, у нас лаборатория. Да кому это нахуй? Сами типа это. Розлив, кстати, у нас, да? Дата розлива 21.06.23. Июньская, конец июня. Но она свежая, это самая свежая из того, что я пил. Получается, с бугелями на этой неделе. И годин-то он нифига не до 0,6, а до 21 марта. 9 месяцев почему-то. What the fuck? Почему не этот? Не год. Так, что у нас по пивоварне? Ну, затянул я. Пивоварню, вы видите. В общем, самое интересное я зачитал. КТХ там. Состав. А, какая пивоварня? Колумбахер или все-таки Мончхоф? Мончхоф? Будем разбираться уже в этом. В описании к видео. Ну, золотой приятный цвет, но прямо золотой-золотой красивый цвет. Мне нравится очень тут как бы. Но опять какие-то крупицы плавают, как будто пыль. Вот замечаю я за немцами такую фигню. Такой хмелек с хреновым солодом. Очень напоминает нашу региональщину. Ну, почему-то чуть благороднее. Я вот не знаю, как это объяснить. Ну вот, вроде порастрелся уже получше. Все, вроде гадость выдохлась. Давайте проводим. Что мы там заплатили за 216 рублей в ленте. Травянистость у нас в послевкусии, значит, идет. Вообще, мне не нравится. Честно скажу. А хер ли мне врать, чтобы мне кто-то заплатил за рекламу что ли? Солод очень какой-то... Ну вот опять же, как будто или не саложонки нахерачили. О чем они не пишут. По крайней мере, наши. А, ну у них уже чистота. Они не могли не саложонку. Хотя, хрен его знает. Вот. Или просто солод очень... Ну вот такое, как наши. Вот я уже вот были вот они. Вот эти вот. С хреновым вот этим солодом. или залежавшим, или отсыревшим, или что там. Я не знаю, что у них происходит на производстве. Давайте уже тогда такое определение сделаем. Невкусный солод. Кстати, карбона... Карбонизации не хватает. Конечно, сейчас скажут. Сток отрес, весь карбон вытряс. Тем более, это в таком кубке. Может быть, кстати. Не знаю, хреновый солод. Но вот именно... Травянистость какая-то, да? Она чувствуется. И это, естественно, хмелек там. Плавает. Есть. Что-то в этом есть. Но... Солод мне не нравится. Хмель, да? И не ждите от этого вот этих американских, там, новозеландских, австралийских хмелей. Это не вот эти, да? Крафтовые хмеля. Это вот уходит именно в травянистость. Как будто вы опять какую-то полынь какую-то едите. Какую-то траву жреть. Но не сильно выпирает. Ой, слушайте, ну... Дания. Интересно. Да, но... Все равно вот эта отдушинка нашей региональщины, она мне не дает покоя. И поэтому мне это не нравится. Потому что видели, сколько я до этого, да, выпил такого пива нашего регионального с этим невероятно хреновым солодом. Поэтому... И здесь присутствует такой же оттенок. Поэтому мне это не нравится. Вот так мягонько, легко заходит. О, подпривыкли сосочки. Уже эта гадость не так чувствуется. Ну, посмотрим, в общем. Может, я подвытряс. Мне карбона немножко не хватает. Сейчас буду допивать еще. Пока буду закидывать видос. Буду его допивать. И на втором видосе... Сегодня будет второй видос. Неожиданно, да? Я ищу это. Может быть, если будет что добавить, добавлю про это пиво. Типа вот, я уже не трес, ничего, налил, и там карбона реально нормально. Язычок пощипливает. Травка пилс на русская, да? Играет и все дела. Хмеля, в общем. Так что, посмотрим. Но так... Не знаю, что-то не хватает. Не могу понять. Все, не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это пилсы. Немецкие, оригинальные. Пробуйте. Открывайте для себя новые пивоварни. Кумбахер. Ну, не знаю. Ну, нахер. И не прощаясь, как я и сказал, оговорился уже. Будет второй видос. А что там будет? Ну, увидите, если его посмотрите. Ну, или хотя бы прочитайте превью, посмотрите. Давайте, не скучайте.